В прямом эфире вы смотрите новости. Сейчас расскажем о том, что происходит в мире. Первый день саммита НАТО в Мадриде завершился. Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к Альянсу. Официальная Анкара, выступившая ранее против их членства, накануне дала свое согласие. После становления обеих стран полноправными членами, блок намерен укрепить восточный фланг. Отмечу, Стокгольм и Хельсинки отказались от продолжавшейся многие десятилетия политики нейтралитета после начала военных действий в Украине. Кроме того, на саммите одобрили новую стратегическую концепцию. Согласно ей, Россия названа, цитата, «существенной и прямой угрозой безопасности, но НАТО не стремится к конфронтации и готов к переговорам». А Китай теперь считают системным вызовом. При этом уточняется, что Пекин не является противником. Сейчас мы сталкиваемся с эпохой стратегического соперничества. Мы видим углубление партнерства между Москвой и Пекином. Растущая напористость Китая и его политика принуждения имеют последствия для безопасности союзников и партнеров. Продолжение следует...